Здравствуйте! В эфире программа Гой Студии. Сегодня мы продолжаем наш диалог с председателем эколого-краевического общественного объединения НЕРУШ Зуевым Владимиром Николаевичем. Владимир Николаевич, вот за долгие годы изучения, мониторинга, наблюдения за состоянием и в городе Баранович, и в Барановичском районе, скажите, какова вообще сейчас ситуация, экологическая ситуация в Барановичском регионе? Ну, в целом, Барановичский регион характеризуется такой средними показателями экологической безопасности, то есть, мы не являемся, город Баранович, не является, например, как там Новополоцк или там Светлогорск или Могилёв, очень загрязненным городом, хотя промышленность у нас развита. И весь наш регион, вот в силу, если рассматривать вопросы экологической безопасности, это всё равно надо разделить на две части. То есть, есть город Барановичи, крупный промышленный транспортный центр, и все его проблемы возникают именно по этим причинам. Прежде всего, если говорим про какое-то негативное воздействие на окружающую среду, на здоровье человека, то это транспорт. Потому что львиную долю загрязнения у нас даёт автомобильный транспорт, и большую часть физического воздействия в качестве шума – это тоже транспорт. Автомобильный транспорт и железнодорожный. Городу Барановичи, с одной стороны, повезло возникнуть благодаря железной дороге, но и железная дорога – это всё-таки негативный фактор. Потому что железная дорога разделяет город на четыре части, и проходя практически по центральной части железнодорожный транспорт… По всем частям даже можно сказать города. Шум, вибрация, выбросы загрязняющих веществ. Потому что наш железнодорожный транспорт только частично работает на электротяге, значительная часть ещё работает на мазуте, на нефтепродуктах, а выбросы после сжигания этих продуктов достаточно опасны для человека. Ну, а если мы говорим про… Ну, вот эту проблему, конечно же, можно исправить. То есть, существуют технологии, например, защиты от того же самого шума. В принципе, зоны охраны вдоль железной дороги, они сохраняются. То есть, там растут и крупные деревья, которые помогают снижать этот шум. Поглощают. Поглощают те же самые выбросы. И чем больше у нас будет зелёных насаждений в городе, без разницы, они будут вдоль автомагистрали или около жилой какой-то застройки, это будет улучшать экологическую ситуацию. Поэтому, как бы, в нашем направлении мы всегда выступали и будем выступать за сохранение любого дерева. Даже если оно там считается, что чуть ли не там уже, там, близко к смерти, там какая-то гниль, надо стараться сохранить любое зелёное насаждение, потому что каждое дерево, каждый кустарник, даже каждый метр квадратный травяного газона, это всё поглотители загрязняющих веществ. Это те незримые наши помощники жизни и благополучной ситуации, которые надо беречь и сохранять, и развивать. Чем больше будет зелёных насаждений, тем будет лучше для города. Американцы даже посчитали, что одно дерево в год приносит так называемого экологического дохода порядка двух тысяч долларов, только за счёт поглощения загрязняющих веществ. Если же говорить про район, то, конечно же, наш район очень хорошо развито, сельское хозяйство, при этом это индукционное сельское хозяйство, требующее выполнения определённых технологических приёмов и внесения минеральных удобрений, средств защиты растений. И, ну, не будем скрывать, что наш район наравне с другими, это район проблемный по грунтовых водам, потому что у нас 60% всей колодезной воды в республике и в районе, оно содержит нитраты, опасные вещества для организма человека, сверх предельно допустимых концентраций. И с этой проблемой практически сейчас ничего нельзя сделать, потому что та концентрация нитратов, которая есть в колодезной воде, в родниковой воде, она появилась за долгие-долгие десятилетия попадания сельхозугодий. Даже такой пример, в районе деревни Тиунцы есть родник, он находится в лесу. И очень многие дачники, которые вот в районе Полонки, имеют свои домики, туда ездят, набирают воду, говорят, она такая вкусненькая. Когда мы провели исследование, портативная лаборатория, затем провели анализ, химическая лаборатория, оказалось, что там нитратов содержится в количестве 5 предельно допустимых концентраций. А это опасно не только для взрослого человека, для детей тем более. И причина, причина, несмотря на то, что родник находится в лесу, он находится в таких, создан, появился в таких геологических условиях, что к нему попадает вода, проникающая сквозь. Да, поле, песчаные почвы, песчаные горизонты, и все это проникает и попадает в конечном итоге в родник. Поэтому мы всегда обращаем внимание граждан на том, что пользоваться родниковой водой надо очень-очень осторожно, только после проверки. И одна из идей, которую мы хотим реализовать, это проведя анализ родниковой воды, а его надо проводить не меньше, чем раз в квартал, вывести специальные таблички с QR-кодом, через которые был бы доступ к базе данных. А концентрация этих вредных веществ. И вот поэтому проблема нитратов в районе, она до сих пор остра, и она очень долгое время не исчезнет. Нужно понимать, конечно, что вот сейчас есть тенденции развития органического сельского хозяйства, в этом году мы надеемся, наконец-то примут закон об органическом сельском хозяйстве, и это позволит нашим фермерам все-таки более так, целенаправленно переходить на такое производство. С одной стороны, это повысит качество продуктов питания, появится вот эта вот линейка продуктов питания, безопасных для здоровья, а с другой стороны, доказано, что введение органического сельского хозяйства, оно в значительной степени улучшает качество окружающей среды. Прежде всего, конечно же, и подземных вод, и поверхностных вод. Хорошо, Владимир Николаевич, оторвемся, скажем так, от общих проектов, давайте вот перейдем конкретно. Вот 2017 год. Что было сделано объединением за 2017 год, какие у вас планы на 2018 год? Ну, 2017 год был очень насыщенным в плане деятельности. Во-первых, мы гордимся, что мы провели ряд, вроде бы, маленьких таких акций, мероприятий, но они были такие общественно значимые. Во-первых, мы традиционно, всегда в марте месяце проводим час земли. В прошлом году это было 25 марта, в этом году это будет 24 марта. И, кстати, вот эта акция, она очень хорошо поддерживается нашими городскими властями, потому что кроме маленьких таких камерных мероприятий в городе, всегда наш город уже, наверное, лишь 8 демонстрирует, что мы отключаем на час освещение зданий. Это демонстрация готовности снижать энергопотребление, тем самым защищать окружающую среду. В этом году впервые, в 17-м году мы впервые провели такую системную европейскую неделю мобильности. И Барановичи тоже появились на международной карте этой программы. То есть Барановичи одни из 18 городов Беларуси, которые имеют статус, золотой статус участника европейской недели мобильности. То есть это разные мероприятия. Интересная акция, которую мы проводили и в летний, и осенний период, называется «Климат меняется». То есть это и различные квесты для молодежи, это информационные различные программы, это и публикации в тех же СМИ. Ну и, конечно же, самый результативный проект 17-го года, это вот проект, который мы реализуем с коалицией «Чистая Балтика», предотвращение загрязнения водоемов через просвещение общественности специалистов. Там было несколько составляющих. Например, впервые в нашем регионе мы провели конкурс занятий, называется «Балтийское море начинается здесь». Итоги мы его подводили в ноябре месяце. Тоже мы увидели очень большой интерес наших городских учителей. И даже опыт этого конкурса мы уже в этом полугодии, 18-го, хотим перенести на районные школы. Ну и интересный конкурс, который, в принципе, деятельность этого мы осуществляли всегда, называется «Батарейки-неотходы». То есть это стимулирование сбора отработанных батареек и передача их на переработку. Вот мы в этом году вот эту деятельность провели в виде конкурса среди школ. Участвовало 10 школ. Было собрано порядка около 300 килограмм батареек, которые благодаря участию в этом конкурсе предприятия «Брест-ВТИ» пошло на переработку. И у нас есть такая надежда, что в 2018 году мы эту деятельность дальше продолжим уже и в городе, и в районе. Так что вот такие краткие итоги с 2017 года, и они будут развиваться дальше. Потому что у нас заключено два договора о сотрудничестве. Это мы наконец-то заключили договор о сотрудничестве с Бараночским госуниверситетом, хотя практически с 2004 года мы постоянно осуществляем взаимодействие с ним, и со средней школой номер 9. И в рамках этих договоров о сотрудничестве планируется создание на базе библиотек этих учреждений образования экологических информационных центров. Вот еще перебью, прежде чем перейдем к 2018 году планам, расскажите немножко про проект КамГОР. Что это за новый такой проект, и что он из себя представляет вообще? Ну, вообще КамГОР, инициатива проекта КамГОР, это инициатива нашего гореисполкома, который в сотрудничестве с городом-побратимом Елгава, а также двумя городами Беларуси, это Могилев и Чаусы, вот разработали такую интересную идею. Вообще он имеет очень большое название, там, коммуникации и управление городов, в городах, но он направлен на активное вовлечение наших горожан в решение проблем коммунального хозяйства. и проект, который вот КамГОР, он как бы, он уже стартовал, он направлен на то, чтобы наш город стал удобным городом. И даже одна из идей, это в рамках проекта создать так называемую электронную карту удобного города. То есть город, он имеет несколько составляющих. И удобный город, это город, где есть устойчивая мобильность, где все виды транспортных средств имеют свой, как говорится, уровень доступа к тем или иным территориям, и стимулируется развитие экологически чистых видов транспорта, в том числе велосипедного транспорта, где обеспечивается доступность пешеходов к различным территориям. Удобный город, это город экологичный и ресурсосберегающий. Конечно, у нас много делается, вот в этом, в семнадцатом году в городе реализован интересный проект по замене освещения на дорогах. Да, это очень большой старт вперед, и чтобы город наш стал действительно экологичным. И вот этот проект Камгор, который начинает реализовываться, это очень хороший старт нашего города к международному признанию. Потому что, смотря, вот с точки зрения общественника, я смотрю, как работают другие города в Беларуси. И очень много примеров, когда города, городские администрации подключались к международным проектам и программам, и получали финансирование на какие-то интересные проекты по освещению, по ресурсосбережению, по очистке воды, по раздельному сбору мусора. И вот, как бы, восемнадцатый год, это такая у нас даже, такая тактическая уже задача, это помочь нашему городу влиться вот в это международное движение. Например, Пакт мэров, который направлен на защиту климата и энергосбережения. Это интересная ассоциация европейских городов Цивитас, направленная на устойчивую мобильность. Но это уже, как бы, деятельность восемнадцатого года, даже и последующих лет. Ну вот, раз перешли на восемнадцатый год, расскажите, что у вас запланировано вообще еще, кроме вот этого на восемнадцатый год? Какие-то основные планы? Из близлежащих задач это проведение акции в час земли 24 марта и буквально со следующей недели мы озвучим старт в рамках нашего вводного проекта антифосфорной кампании. Дело в том, что в составе синтетических моющих средств, которые есть в наших домах, содержатся фосфаты. А после попадания в окружающую среду, даже после прохождения очистки на очистных сооружения, они не полностью там могут задерживаться, они вызывают различные изменения водных объектов, так называемое цветение воды. Я думаю, наши горожане, они знают, что июль-август месяц повышение температуры воздуха приводит к тому, что наши водоемы покрываются такой ярко-зеленой пленкой водорослей. Все это возникает из-за попадания фосфора. И вот мы хотим провести такую информационную, агитационную, антифосфорную кампанию, в том числе и с привлечением учреждений образования, города и района, которая бы помогла, наверное, все-таки снизить содержание фосфора в природных водах. Также в этом году у нас стартует международный проект совместно с украинскими партнерами из Киева и партнерами из Гомельской области, Торогачевский райисполком, по продвижению народных, традиционных народных ремесел, как движителя малого и среднего предпринимательства и самозанятости. Это большой проект, который реализуется в северных областях Украины, в Гомельской и Брестской области. Вот тоже такой интересный проект, который сейчас идет, проходит его регистрации как международной технической помощи и которую мы будем развивать. Хорошо, ну и уже оторвемся немножко от, скажем так, конкретно Неруша. Вот вам, как специалисту, который и изучает, и анализирует такую логику, расскажите, что происходит с климатом? Куда делись наши временные климатические рамки, когда зима, это зима, начинается весна, весна. Почему такое смещение произошло? Ну, можно тут двумя словами сказать. Климат меняется. Это все заметили. Да, или можно еще даже, как в белорусской песне, нема того, что раньше было. Действительно, то есть наша планета, это очень такая изменяющаяся структура, и любая деятельность естественная среди, или даже антропогенная какое-то воздействие, оно вызывает что-то плохое. И наша территория Белоруссии, Барановичского района, она не может быть изолирована от всей планеты. То, что сейчас происходит на планете вообще, и в Беларуси в частности, это следствие, ну, тех событий, которые, может быть, были даже 20-30 лет назад. Причина — это выбросы углекислого газа, который создает так называемый парниковый эффект, и изменяет различные климатические процессы. И уже у нас в Беларуси, если знаете, знаете, у нас уже вместо трех климатических зон появилась четвертая климатическая зона на юге Брестской и Гомельской области, которая по климату схожа, например, с Киевской областью Украины. И вроде бы все говорят, да, это хорошо, климат меняется, теплеет, мы будем выращивать теплолюбивые культуры, там сельское хозяйство улучшится. На самом деле, это не так. Вот сейчас много говорят про повреждения хвойных насаждений, и ель уже давно, про ель говорят, сейчас про сосну начали говорить, ведь повреждения этой сосны, вот этим короедами, это тоже следствие изменения климата. И даже по долгосрочным прогнозам говорится, что Беларусь может потерять еловое насаждение в ближайшие 20 лет. И состав древесных пород очень сильно изменится. То есть сейчас у нас хвойные породы составляют, ну, практически половину лесных насаждений, ну, через лет 20, я думаю, они будут составлять ну, процентов 10. Вместе с потеплением климата на нашу территорию приходят новые вредители, более южные. То есть у нас уже отмечено появление там разных жучков, какие-то рыбы, птицы появляются. Так вот эти вот жучки, вместе с ними какие-нибудь другие живые организмы, они могут принести в себе новые болезни, не только для сельхозкультур, для лесных культур, но даже и для человека. И поэтому даже сейчас можно говорить про то, что изменить, то есть остановить изменение климата невозможно. Можно к нему или адаптироваться, или минимизировать. Минимизировать. Да, и я думаю, что в ближайшее время все-таки даже наше городское хозяйство вынуждено будет как-то менять подходы к управлению, коммунальным городским хозяйством с учетом вот этих вот изменений. Да, да, да. Но здесь надо уже только просто привыкнуть, что не будет уже двух-трехмесячной суровой зимы, не будет двух-трехмесячного жаркого лета. Но снега не лишимся мы. Ну, снег выпадает даже в Париже и в Африке. В Африке даже выпадает. Поэтому как раз сущность вот такие вот, если в общих словах говорить, что мы получаем нестабильные климатические условия, которые даже невозможно предсказать. В любом случае, хочу сказать и лично вам, и вашему объединению, спасибо за те старания, которые вы делаете, потому что вы здесь работаете не для себя, и даже не столько для общественности, сколько даже для последующих поколений, для наших детей, потому что то, что делаем мы, оказывает влияние в большей степени на следующее поколение. Поэтому спасибо вам, спасибо вашему объединению. Хочу пожелать процветания в вашем объединении, чтобы побольше было людей, активистов, которые готовы всегда прийти, душой поболеть, личным делом принять участие в вашем объединении и развиваться в НЕРУШ. Спасибо. 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 Ну, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был председатель эколого-краеведческого общественного объединения НЕРУШ Зуев Владимир Николаевич. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok